Девушки отдыхают Огромный, масштабный, свободный шутер, рядом с которым любой другой представитель жанра скукоживается до размеров урюка. Всем привет! В эфире снова Фак и я, Влад Лехов. Фак – самая приличная передача на телевидении. Каждую неделю мы рассказываем вам о четырех новых играх, оцениваем их и отвечаем на ваши вопросы по прохождению. Устраивайтесь поудобнее и внимайте! Dead Space – это научно-фантастический экшен с элементами квеста. Релиз игры состоялся в октябре 2008 года. До выхода разработчики из Electronic Arts обещали нам предельно реалистичный ужастик с массой новых игровых возможностей. Полеты в невесомости, телекинез и управление временем. Не самые новые приемы, но при правильном подходе производят неизгладимое впечатление. А понятие страха в компьютерных играх после Doom 3 серьезно не воспринимается. Вам предлагается роль рядового инженера. Он в составе ремонтной бригады прилетел на ресурсодобывающий корабль. Однако при посадке их челнок сломался. Обследуя Ишимуру, вы понимаете, что весь экипаж был ассимилирован инопланетной расой. В живых остался только сумасшедший профессор, который сыграл не последнюю роль в развитии инопланетяна. Многие детали сюжета напоминают классический фильм о космических ужасах «Чужие». В первую очередь, ваша команда восстанавливает системы корабля и стабилизирует его орбиту. В целом, секвесты направлены на решение вновь возникающих проблем. Локаций в игре немного. Передний план совершенно свободен. Такие вездесущие элементы, как показатели здоровья, брони, количество патронов и воздуха, отображаются непосредственно на персонажа. Содержимое рюкзака и поступающие сообщения выводятся на голограммах и нисколько не отвлекают и не задерживают вас. Этот прием дает игре ощущение реального времени. Предусмотрена удобная система навигации. Благодаря этому, вам не нужно блуждать по коридорам и ломать голову, рассматривая мини-карту. Игра изобилует сценами насилия. Локации наполнены кровью и расчлененными телами, но все эти элементы не вызывают отвращения, только дополняют общее напряжение. Системные требования к игре следующие. Процессор, работающий на частоте 3 ГГц, 1,5 ГБ оперативной памяти, видеокарта с объемом памяти 512 МБ и 8 ГБ свободного места на винчестере. Игровой процесс насыщен своеобразными приемами и интригующими моментами. Вашего персонажа может вдруг схватить щупальца и утянуть, но главное — не расслабляться. Почти из любой ситуации здесь можно выкрутиться. Все апгрейды, снаряжение и новое оружие вы покупаете в магазине. Любое понравившееся оружие может оставаться актуальным всю игру благодаря продуманной системе апгрейдов. Есть еще режим рукопашного боя. Рисонаж наотно жбьет оружием приблизившуюся тварь или размазывает ногой по полу еще дергающиеся конечности. 5 баллов за игровой процесс. Графика соответствует самым современным представлениям. Все элементы сглажены, но контуры отчетливые, похожие текстуры не сливаются. Хорошо передается объем и перспектива. Все монстры прорисованы не хуже главного героя. Можно рассмотреть каждый зубик в окровавленной пасте. Интерьер прорисован до мельчайших деталей. Вывески и предупреждения смотрятся естественно, позволяют ориентироваться. Все локации оформлены согласно сюжету. Анимация персонажей и монстров выражает массу самых разных эмоций. Страх в крадущейся походке и нервных поворотах. И радость победы при перезарядке оружия после боя. 5 баллов за внешний вид. Звук полностью соответствует происходящему. Затягивает без остатка в игровой процесс. Злобное чавкание искрежет когтей по металлу. Постоянно заставляет оборачиваться и заглядывать во все темные уголки. Музыка точно подчеркивает общее настроение. И предупреждает о приближающейся опасности. И особенно хорошо разработчикам удалось озвучить оружие. Слушаем. 5 баллов за звук. Фантастически реалистичная игра. Вызывает массу эмоций и позволяет их выплеснуть, размажив останки очередного монстра по полу. Затягивает на долгие часы, полностью абстрагируя от реальности. Квесты не хитрые, но зрелищные. При линейном игровом процессе позволяет свободно выбирать оружие и порядок действий. Общая оценка игры 5 баллов. Каждая новая тварь норовит разорвать вашего персонажа на части. Игра заставляется переживать герою и ценить его жизнь. Нервно осматривая пространство вокруг себя, продвигаетесь шаг за шагом по огромному, опустевшему космическому кораблю. Некоторые моменты действительно вселяют страх и вызывают панику. Сверхъестественные способности в основном используются для решения квестов. Вопрос. Как включить центрифугу? Я с помощью кинеза вставляю силовой привод, а он отталкивается назад. Почему? Отвечаем. Чтобы вставить силовой привод, нужно сначала его замедлить, а потом уже толкать кинезом. Проделывайте процедуру с обеих сторон и запускайте центрифугу. Вопрос. Как бороться с щупальцем? Меня каждый раз затягивает, а стрельба не помогает. Может быть, мне нужно особое оружие? Ответ. Нет, оружие здесь работает любое. Просто стрелять надо конкретно в желтой утолщине. Сотрудники студии Introversion возвели собственную слабость в художественную позицию. Будучи небольшой группкой английских энтузиастов, они не могут позволить себе масштабное производство сюжета, моделей, текстур и всего того, что мы называем словом контент. Контент, считает основатель студии Крис Делэй, это все то, чем люди маскируют слабый геймдизайн. Согласно его дизайнерской философии, по-настоящему гениальная игра, интересная без графики, моделей и сюжета. На что это похоже, увидим прямо сейчас. Последнее творение Криса Делэя. Multivinia Survival of the Flattest. Multivinia это очищенная от всего лишнего Дарвиния. Последняя при всех ее заслугах, прежде всего художественных, была довольно размазанной игрой. Не то RTS, не то Retro Action, не то какой-то арт-эксперимент. Multivinia же идеально отвечает дизайнерской парадигме Introversion. Компактная, подтянутая, легковесная стратегия. Разработчики по понятным причинам не могут расстаться с эстетикой игры Дарвиния. Поэтому в Multivinia аккуратно переехало все. Модели, текстуры, цветовая гамма, звуки и персонажи. С точки зрения того самого контента, здесь нет практически ничего нового. Так, несколько звуков и спецэффектов. Но внутри это совсем другая игра. Рекомендуемые системные требования следующие. Процессор, работающий на частоте 3 ГГц. 1 ГБ оперативный и 256 ГБ видеопамяти. На жестком диске Multivinia Survival of the Flattest займет 7 ГБ. Суть Multivinia предельно проста. Вы начинаете игру около одной из нескольких точек генерации юнитов. В их роли выступают по-прежнему плоские Multivinia. Подчиненные производятся постоянно и совершенно бесплатно. Вы никак не можете повлиять на этот процесс. Зато можете захватывать, во-первых, другие заводы, а во-вторых, специальные контрольные области, за удержание которых начисляются призовые очки. К помощи этой примитивной, казалось бы, механики, игра затягивает с головой. Несмотря на весь свой наносной арт-протест, Multivinia идеально вписывается в современную картину жанра. Она следует всем основным трендам. Упрощение, отказ от ресурсов, минимальное время на подготовку. Все принципы RTS 2.0 очень кстати сочетаются с философией студии разработчика. Вы заняты только игрой и ничем больше, 5 баллов за геймплей. Графика, несмотря на свою кажущуюся простоту, является главной составляющей проекта. По-другому игра с таким геймплеем выглядеть просто бы не могла. Пятерка за внешний вид. Звуковое сопровождение, безусловно, не тянет на высокие оценки. Элементарные сэмплы и музыка хороши тем, что совершенно не отвлекают, но при этом создают нужную игровую атмосферу. Четверка за звук. В итоге мы имеем хорошую RTS с довольно неоднозначным внешним видом и очень лаконичным геймплеем. Но кроме этого, MaltiWinia это еще и своего рода арт-проект, который может прийтись по вкусу далеко не всем. Одним словом, если хотите увидеть, как выглядит компьютерная игра без макияжа, MaltiWinia к вашим услугам. Пятерка. В индустрии компьютерных игр, наконец, начался процесс обмена идеями, который в кино идет вот уже лет 40. Ортодоксальные партизаны следуют общим трендам и выпускают почти классическую по нынешним стандартам игру. Все прочие учатся у них. Понять, кто тут инди, а кто притворяется, скоро будет сложно. Молодые независимые стремительно становятся законодателями жанровой моды. И не исключено, что те же интровершен в ближайшем времени получат большой бюджет. Очень интересно, что в этом случае ДЛЭ скажет про дорогостоящий контент. А прямо сейчас наши ответы на ваши вопросы по игре MaltiWinia Survival of the Flattest. Вопрос. Почему мои солдаты не используют гранаты, а враг постоянно закидывает меня ими? Отвечаем. Гранаты ваши подопечные бросают сами в том случае, если противников достаточно много и только в условиях формации. Вопрос. Я выбрал режим игры Rocket Riot, но не понимаю, что нужно делать. Отвечаем. В этом режиме вам необходимо выполнить три основных условия. Первое. Собрать необходимые для взлета ракеты панели солнечных батарей. Они разбросаны по всей карте, так что придется постараться. Второе. Заполнить ракету зелеными человечками. Понадобится целая сотня. И третье. Охранять ее до самого запуска всеми оставшимися силами. Вопрос. А как заставить моих подопечных нести отвоеванную статую? Отвечаем. Ее не сможет нести несколько человечков и даже группа. Для переноса статуи вам понадобится гораздо большее число солдат. Но не забывайте про охрану столь важного груза, иначе врагу не заставят продолбить всех ваших насилищиков. Смотрите далее. Far Cry 2. Это огромные, масштабные, свободные шутеры, рядом с которым любой другой представитель жанра скукоживается до размеров урюка. Смотрите далее. Far Cry 2. Это огромные, масштабные, свободные шутеры, рядом с которым любой другой представитель жанра скукоживается до размеров урюка. После первого сюжета об игре для мобильных телефонов наш почтовый ящик чуть не лопнул от нахтынувших писем. Поэтому мы решили продолжить играть в мобильные игры. Сегодня под прицелом факта окажется игра Star Wars Force Unleashed. Мы тестировали ее на смартфоне Nokia N85. У этого устройства большой дисплей и удобные клавиши. Nokia N85 сделан на платформе Engage, а это открывает для геймера невероятные игровые возможности. Во-первых, вы можете играть во все игры для этой платформы, а во-вторых, можете находить себя противников онлайн. Лозунг платформы Engage «Выходи играть!» И в самом деле с устройством Nokia N85 у вас есть возможность играть со всем миром. На сервисе Engage Arena вы сможете похвастаться своими результатами и познакомиться с геймерами всех стран и народов. Ну а теперь берем Nokia N85 и запускаем чумовую игру. Сюжет Star Wars Force Unleashed вертится вокруг традиционного противостояния сил света и тьмы. Те, кто знаком со вселенной Джорджа Лукаса не понаслышке, с легкостью узнают главных действующих лиц. Мы играем за подручного Дарта Вейдера, носимся по планетам, раскидывая направо и налево у врагов и попутно совершенствуемся в навыках ближнего боя, на световых мечах и использовании силы. Арсенал главного героя состоит из собственно светового меча и целой плеяды атакующих и оборонных рун. Игра любезно объясняет, как выполнять те или иные приемы. Запутаться невозможно. Каждый враг подсвечивается именно той руной, которая поможет вам с ним справиться. Star Wars Force Unleashed сделан в студии THQ Wireless, эксклюзивно для платформы N-Gage. Системные требования игры таковы. Телефон Nokia с операционной системой Symbian 9.2 S603.2. Полный список поддерживаемых устройств на сайте www.ndfixgage.ru и 22 мегабайта на флэш-памяти. Игровой процесс Star Wars Force Unleashed состоит главным образом из стычек со всевозможными противниками. Переходя из локации в локацию, вы расшвыриваете противников с помощью своей силы и продвигаетесь дальше. Сюжет же раскрывается через видео вставки и диалоги в них. Игра затягивает свой мир с головой. Наша оценка геймплея — 5 баллов. Свои ниши в области развлечения для мобильных телефонов видеоряд Star Wars выглядит безупречно. Игра на полную катушку использует палитру дисплея. Разборки и перестрелки сопровождаются спецэффектами, а заставки между уровнями анимированы. Наша оценка графического оформления игры — 5 баллов. А вот звуковая составляющая — пожалуй, самая слабая часть игры. Музыки подчас не хватает, а спецэффекты самые простейшие. Мы ставим 3 балла за звук, однако это не умаляет звуковых характеристик телефона, которые здесь почему-то использованы не до конца. Star Wars Force Unleashed — качественная игра нового поколения развлечений для мобильных телефонов. Если вам близки приключения полюбившихся героев из вселенной Star Wars, то эта игра просто-таки обязана быть на вашем мобильном телефоне. Интерфейс интуитивно понятен, в тонкостях управления разберется даже ребенок. Игра с первых минут создает свою особую атмосферу, которая не улетучивается по мере прохождения. Потянуть чуть-чуть звук — и получится шедевр! А пока что 4 балла получает Star Wars Force Unleashed. Первый вопрос. Как правильно отражать лазерные выстрелы? Отвечаем. Перед тем, как враг начинает вас стрелять, над ним появляется красный кружочек, поделенный на сектора. В зависимости от того, какой сектор подсвечен, вам следует нажать соответствующую диагональную клавишу. Главное — не спешите. Нажатие должно совпасть с тем моментом, когда сектор начнет мигать. Следующий вопрос. Я застрял в локации с двумя большими валунами. Как пройти дальше? Отвечаем. Вам нужно использовать приемы Force Push и Force Pool. Для этого нажмите и держите клавишу вниз. Появится руман для этих приемов. На первом камне используйте Force Push, а на втором — Force Pool. В результате этого они упадут в пропасть и создадут импровизированный мост. Следующий вопрос. Как справиться с первым боссом? Я кидаю в него ящики, но его жизни не уменьшаются. Отвечаем. Не спешите кидаться в него ящиками. Для начала разберитесь с его подручными, пехотинцами. Тех, что слева, кидайте в пропасть, а третьего убивайте отраженным лазерным лучом, когда он в вас стреляет. Когда окажетесь лицом к лицу с боссом, быстро кидайте в него ящик и отражайте его атаку с помощью диагональных клавиш. Повторив эту операцию пять раз, вы расчистите себе путь дальше. Прошли те времена, когда телефон нужен был только для разговоров. Сейчас наоборот. Заполучив Nokia N85, вы без лишних разговоров начинаете играть в самые забойные аркадные игры. Ну а если игры вас немного утомили, ничего страшного. В Nokia N85 умещается огромное количество часов музыки и видео. Вы всегда найдете, чем себя развлечь. Знаете, иногда люди говорят, у меня вся жизнь в телефоне. Устройство Nokia N85 вполне подходит для того, чтобы уместить в нем всю свою жизнь. Тем более в таком случае, ваша жизнь превратится в увлекательную игру. Far Cry 2. Действия и сиквелы развернутся в Африке, в Кении. По сценарию разработчиков, в этой стране разгорается гражданская война на фоне распада правительства. И теперь две воинственные группировки борются за власть. Но, как известно, война это всегда бизнес для кого-то. И, конечно, появление некого оружейного барона было лишь вопросом времени. Торгуя оружием со всеми группировками, он провоцирует насилие и убийство. Разумеется, главный герой, эдакий пацифист в душе, должен отправиться в Африку и наставить торговца оружием на путь истинный, попутно завалив добрую сотню нежелательных индивидуумов. Сюжет Far Cry 2 переносит самое сердце Африки в страну, которая погрязла в гражданской войне. Территория, на которой разворачиваются действия игры, располагается на 50 квадратных километрах. Наш герой — киллер, которого наняли, чтобы найти и уничтожить мерзавца по кличке Шакал, в чьи интересы входят растянуть войну. На пути к Шакалу нам придется пройти массу трудных миссий и получить необходимую информацию, развивая события по своему сюжету. Перед нами обозначена задача. Выбор средств для ее достижения — за нами. Рекомендуемые системные требования. Двуядерный процессор с частотой 3 ГГц, 2 ГБ оперативной памяти и 512 МБ видео, а также 5 ГБ на жестком диске. Абсолютно все в этой игре зависит только от нас. Игра не предлагает вариантов. Все построено только на собственных умозаключениях, что, несомненно, отличает Far Cry 2 от других игр. Видна также и параллель с GTA 4, который заключается в наличии мобильника, при помощи которого можно координировать многие действия. Баланс в игре выстроен довольно реалистично, а друзья — это единственное, на что можно положиться в этом жестоком мире. Оружие, как и в том же Сталкере, может дать осечку. Волшебного костюмчика, как в Кризисе, нет. Раны одним лишь уколом стимулятора не излечиваются. К слову, особенности наносимых повреждений и их устранения — одна из изюминных Far Cry 2. В игре есть еще очень много интересных особенностей. Именно благодаря им мы оцениваем геймплей на 5 баллов. Единственное, что хочется отметить, что игра достаточно сильно отличается от первой части. Но главное — Far Cry 2 — беспрецедентная физика. Речь идет не о твердых объектах, а о потоках воздуха. Ветер, например, разносит огонь так, что, удачно подпалив сухую траву, можно устроить натуральный пожар в саванне. Отстрелянные ветки также летят по направлению ветра. День и ночь меняются динамически прямо на ваших глазах, а мир подгружается незаметно. Вдобавок к этому, вы можете видеть множество других приятных глазу мелочей. Наша оценка внешних данных игры — также 5 баллов. Озвучка также не отстает от остальных параметров. Стоит отметить хорошую работу актеров, а также то, что местное население говорит на своем родном языке. И снова не забудьте про кучу важных мелочей, о которых мы не успеваем рассказать за столь короткий срок. Поэтому предлагаем вам небольшой фрагмент из игры. А наша оценка в звукового сопровождения — 5 баллов. Far Cry 2 Far Cry 2 — очень брутальная, жесткая и бескомпромиссная игра, совсем не похожая на лощеный Голливуд, принципы которого исповедует Crytek. К тому же это технически продвинутый PC-эксклюзив. Поэтому наша общая оценка игры — заслуженные 5 баллов. Если сравнить игру с Crysis, то при всем уважении он был бы все-таки чистокровным шутером без примесей. Far Cry 2 — это комплексное приключение, гораздо более амбициозный проект. Вы будете часами блуждать с картой в руках, прокладывать маршруты, планировать, планировать и планировать. По правде говоря, это первый с момента появления кризиса шутер, о котором можно говорить в контексте жанровых и общечеловеческих достижений. И, конечно, задавать вопросы о прохождении, на которые мы прямо сейчас и ответим. Первый вопрос. Подскажите, как искать алмазы? Отвечаем. Об этом можно узнать из подсказок самой игры. А вообще, нажимаешь клавишу 5. Если на GPS мигает зеленая лампочка, значит где-то рядом алмаз. Чем интенсивнее мерцает, тем ближе ты к цели. Сами алмазы лежат в кейсах. Подходишь к ним и нажимаешь клавишу с английской «и». Следующий вопрос. Что мне делать? Оружейник не дает новых заданий. Никаких активных заданий у меня нет. Отвечаем. Нужно играть дальше. Со временем на новой карте появятся и новые задания. Следующий вопрос. Подскажите, как побороть малярию? Пришел к священнику, принял таблетки, побежал задания выполнять. Через некоторое время герой упал и долго валялся в конвульсиях. Конца им я не дождался. Перезагрузился, вернулся к священнику, а его там нет. Что делать? Отвечаем. К священнику нужно идти, когда в текущих заданиях появится соответствующий пункт. Если этого пункта нет, священника на месте не будет. Следующий вопрос. Как можно заработать алмазы, кроме собирательства? Отвечаем. Алмазы дают за выполнение некоторых заданий. Следующий вопрос. У меня никак не получается достать бриллианты с крыши домика. Что мне делать? Отвечаем. Все очень просто. Подъезжаете на машине и с нее запрыгиваете на крышу. Некоторые бриллианты можно достать только с помощью дельтаплана. Рады были помочь вам в прохождении игр. Меня зовут Влад Лехов. Это был Фак. Совсем скоро мы снова увидимся. А до этого заходите в форум на сайте муздефиств.ру и присылайте мне свои вопросы на адрес feqsobaka.multefeistv.ru Мы обязательно все посмотрим и ответим на ваши письма. До скорого!